Здравствуйте, меня зовут Владимир, я журналист OpenMedia Ukraine, вот мое удостоверение. Хотелось бы провести с вами беседу добровольную, можете задавать свои вопросы. Даете ли вы право на записи, публикацию этой беседы? Да, да. Даете. Тогда представьтесь, пожалуйста. На те вопросы, на которые не хотите отвечать, можете не отвечать, ваше право. На те вопросы, на которые можете отвечать, отвечайте, полностью представьтесь. Я сержант там. Да, полсу звания, должность, что-то. Я Магомит Керимов Рафик Рамисович, сержант контрактной службы Волград Максим Горького, находится наша бригада, здесь локация. Полка 33-го полка ВЧ-82-717. Командир отделения 1-го батальона, 2-й роты, 3-го взвода, 2-го отделения. Где проживали вы? Я в Волгоградской области, Суровикинский район, Хутор Лобакин. А откуда родом, в общем? Родом сам из Дагестана, Дербенского района. В Дагестане как долго вы прожили? Ну, в Дагестане, я, может, года 4. Я еще в школе там. Еще в школе учились? Да, 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 маленький был еще. Угу. Помните классного руководителя, как в школе звали? В Дагестане? Да. Ну, да, красного руководителя, да, помню, мафрижат, учительница мафрижат. Угу. Хорошо. Как вы попали в Украину? Расскажите историю, если вы кратко. Украину? Расскажу, как есть. Ну, нас начали провязать на плацу, все досконально всех. Экипировка, не экипировка, мы едем на крупномасштабное учение. Да. На полигон Апуг. Да. 29-го, да, числа января, 29-го, мы выехали на эшелоне, приехали на, это, так, вот, как, город забыл. Допустим, вы не помните дальше. Еще мы приехали, потом, после, мы поехали в село Славное, в село Славном стояли, оставили палатки. После Славного мы поехали на Апуг, на полигон. После, мы там пробыли день, сложили сразу, на следующий день сложили, все равно по команде, быстрее, быстрее. Мы поехали в палатку и уехали на, ближе к Альмянску, поселок, не помню какой. И там, ну, наша была дислокация. Больше интересует уже, с того момента, как вы уже в Украину заезжали. А, с того момента, 24-го числа, 24-го ночью, я сказал, дали команду, все, грузимся. Все, часа два было ночи, да, всех, всех сразу, с этого года загрузились машины, БМП-3. И с Армянска, как начали выезжать, мы ближе, ну, к городу, Армянску, ближе стали колоннами. И был залп, вот тогда сильный залп был, начали. Ну, был залп где-то в 4-5 часу утра. Мы еще стояли, там, в Узе Армянска. После залпа, еще темно было. Залп был со стороны... Армянска. Со стороны Армянска в Украине? Украине, да. И после этого залпа, все, колонны тронулись, прям на хорошей скорости, там. И мы вот, я когда-то спросили, командир из города, очень, ну, может, не нужно, не надо, мы проедем три села, после, как мы проедем, села не будем заезжать, проезжаем три села, и после этих сел мы возвращаемся обратно, потому что у нас и гражданка была, все собой было, то, что уезжаем обратно, все. Мы проехали три села, села не заезжали вообще. Сбоку проезжали села, проехали, и встали в колонну возле лесополосы. Наверное, где-то час, где-то, простояли. Потом смотрим, еще колонны едут, еще две роты. Да, две роты еще подъехало, четыре танка было. И мы тронулись дальше. Уже мы поняли то, что никакого возврата не будет. Тронулись по полям, ехали, долго мы ехали. И потом в Сосновом бору, в Соснобуре одни, мы заехали в Сосновый бор, и там переночевали в то 26-го числа, 25-го были там, где 26-го, ну, 24-го переночевали. И следующий день, тоже днем там были, ночью к утрю мы 26-го выехали оттуда. Вот, да, 26-го. Мы проехали, мы доехали до Херстона, уже там стреляли, на Херстона мы там в личном позиции, ну, на трассе, на дороге были. Там, наверное, мы простояли часа два-три, потом дали команду, ну, мы вышли с машин, кто там в Сосновпайку ушел, который достался там, нашел в машине, кто-то воду искал. И все, мы резко дали команду, тронулись, мы сидели в этих бабочках, командир взвода сверху был, и на такой скорости ехали, то, что все, тут асфальт в глаза, я даже командиром, мы кричали, чуть тихо, куда вы едете, ну, вообще, куда торопитесь, куда. И вот мы мост Херстона проехали, ехали мы долго, и не доезжая до Николаева, все, нас разбили с двух сторон. Это какого числа было? Это 26-го числа. Сколько колонну разбили, сколько машин? Одна колонна была, вот, танк был спереди, и, как же, вот, восемь, Камазы были, три-четыре Камаза было, БМП, что, девять, наверное. Еще ехали, просто опаздывали они. Камазы были. Ну, вот, спереди, вот, как я вот помню, столько, и сзади еще, они догоняли, и некоторых не видно было, и просто ехали, остановились, и резко пошел бой. Танк заметил, первый походил, да, и начался бой. Начали разворачиваться, там, по команде, кто, где, как команду, все, ну, испугались все, кто, куда прыгнул, потом, блядь, не это, это я уже не говорил. Да, вот, и там. Не может, не может, великая, узкая армия испугаться. Мы начали отходить, испугаться. Мы начали отходить по команде, которые люди, мы спешились, в этот момент, когда на сварке стояли, командовали все по машинам, начали отъезжать, они, ну, не могли развернуться на сварке. Потихоньку развернулись и спустились вниз. Это мы вот так стояли, развернулись, и влево, мы сошли влево на трассу. Влево сошли, проехали, там, домик был, такой старый, дом, дом с левой стороны, вот как и проехали, и с левой стороны, и там все вот, кто команд, БМП, кто как стал, короче, спешиваемся, кто куда, и начали туда, и с миномета, вот так, ту-ту-ту-ту-ту, кто, все, все растерялись, ну, и вот пятером, пять человек было у нас, да, мы, БМП ехало, это было в третий рот, и БМП, садимся, садимся, ну, отъезжать начали, командир батальона выехал, никакой команды, как они командовали, там железная дорога вышла вот отрядом, они вот по полю крутились, крутились, как раз мы тоже подъехали, что они делают, крутились, потом они проехали железную дорогу, и все, они все, ну, бросили всех, уехали. как, командир батальона, получается, бросил всех? Всех, ну да, там, которые офицеры, которые были, а они куда уехали? Все по полям. Это командное, ну, руководство батальона, получается, да? Да, руководство батальона, получилось. Сколько их машин было? Две машины было. А урезалось руководство батальона в две машины и чухнули? Ну, вот, которые у нас в колонии были, вот они и чухнули. А вот что? Ну еще там люди погибали так, мы сели, а вот как выжили? Мы выжили, БМП стояло и кричал там офицер с девятой роты, садитесь наверх, садитесь на этот, я вот сел возле водительского этого, туда прям сверху, сел на броню и мы тоже проехали, мы не смогли проехать короче, с железной дорогой, мы спрыгнули, а у него азарт был, по азарту ему кто-то его просил, чтобы он опять подъехал там метр пятьсот, шестьсот, чтобы забрать его, нога у него что-то, ногой, он говорит, слазьте, я поеду заберу его, а там боль уже все, почти положили ребят. Он уехал, мы пятером перешли железную дорогу, у одного нога болело, я говорю, надо бежать, я говорю, они сейчас будут, ну, значит, сюда не надо, ну, короче, они говорят, мне это, они начали магазины свои считать, у кого что есть, и мы вдвоем, я его даже не знаю, этого пацана с девятой роты, ну, с третьей роты, раньше девятой роты был, молодой, он побежал со мной, мы по лесополосе, по, ну, по полям, и в один момент он говорит, я, говорит, все, я не побегу, и я вот пробежал еще одно поле, слышу уже, которые те четверо, это по-любому, там, стрельба была, их положили, спустя минуту. Со стрелкового оружия? Да, да, да. За ними гнались, получается? Ну, их нашли, получается, просто нашли и все. Так, а вас как нашли? Я пробежал, очень много пробежал, я скинул себя все, я в лесополосе колючий, кустарник был колючий, я прям под кустарник лег и до утра остался там. Утром подлазь собаки, где собаки лаяли, я вышел из села, из села, я спросил, кто-нибудь есть там, ну, ближе к трассе, остановил машину, от машины. Вы с оружием ушли? Да, оружие было со мной, я остановил, я спросил, я говорю, где-нибудь есть кто стоит где-нибудь здесь вообще, ну, с этих войск или еще что-нибудь, да, он меня отвез, я вышел и там КамАЗ стоял, БМП раздутый и снизу дороги танк и дальше уже военные. Украинские? Да, 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 стояли. А кто вас отвез, кто-то из местных отвез к украинским военным? На трассу, да, я сам попросил, чтобы. И прям с автоматом сели в машину и поехали? Я вот сел в машину и поехал, поехал, вышел, спасибо и сказал, ну, все, и подошел, там женщина была, и женщины, и мужики, и все, бросаю оружие, я говорю, вот, мужики, девчонки отдал, сразу схватили меня и приехали с СБУ, отвезли меня с СБУ сразу. Понятно, понятно, ну, в принципе, там по фоткам вашим, да, давно уже были фотографии, все, как бы история, история-то, в общем-то, подтверждается. Ну, давайте теперь по общим каким-то вопросам, да, что, что вы вообще забыли в Украине-то? Вот, на самом деле, вот, отвечу как есть, если вот, знали бы то, что вот так будет, на самом деле, может, кто-то пьет, я бы остался бы в части, потому что у меня двое маленьких детей, вот, что у меня получилось бы остаться, жена в положении. Еще сейчас в положении, то есть двое детей уже есть? Да, двое маленьких, одному три, а сейчас второму два будет. Ну, вы говорите, что вы не сможете с женой разговаривать, потому что я вижу, что у вас эмоции, да. Хорошо, не будем пока звонить, значит, может там... Хорошо, что можете передать там жене, другим своим, там, друзьям, родственникам, в Россию, в Дагестан, кого знаете, что вы об этом, обо всем думаете, что вы можете им передать? Ну, друзей, наверное, которые были, уже нет, но в России есть друзья и кто-то в Дагестан, там, слышите меня. Не нужно сюда ехать, ну, это просто учение, я сказал, учение – это обман, просто всех положили. И я хочу еще сказать, что, да, перешли границу, я очень, вот, искренне извиняюсь на руку, так что перешли, перешли границу, а так, честно говоря, не стрелял. Ну, это понятно, у нас никто не стрелял, а все, а люди почему-то мертвы в Украине. Телевизор есть у вас сейчас в камере? А, да. Есть? Смотрите? Да. И как вам? Вообще... Картины? Очень жуткая. Ну, все говорят, все не стреляли, а откуда тогда берутся все эти погибшие люди? Ну... Мирные, я имею в виду. Стреляют. Я говорю, я за себя ж говорю, правильно? Чем, чем от фашистов отличаются сейчас россияне? Сейчас, как поступили, ничем. Утром рано напасть и так делать. А вы понимаете, что они хотели за счет вас, вот, за счет... Ну, давайте я скажу, если я неправильно говорю, вы меня поправьте. За счет кучи вот этого металлолома, за счет вот этого вот живого мяса они хотели нахрапом, грубо говоря, взять, бросив вас в эту всю мясорубку и хотели быстро блицкригом, так называемым, взять Украину. В частности, Киев. Как мясо кинули нас. Ну, вы понимаете, что вас использовали для этого? Ну, правда, ничего не получилось все равно, но хотели вот так. Им было все равно плевать на вас. Так и волчат, так и есть. А вы думаете, что-то изменилось сейчас вот со временем? Вот сейчас уже все все знают, да? И вот сейчас других людей отправляют сейчас сюда, в Украину. Вы думаете, что-то изменилось? Изменили отношение российское командование к бойцам? То же самое. Отправляют, кидают, я как бы думаю так. По большому счету... У меня вопрос такой, возможно, вы даже никак на него не ответите. А что вы знаете про кадыровцев? Я не могу сказать ничего. Ничего не знаю, честное слово. А что их в России так любят прям? Я не знаю. Все кадыровцы, кадыровцы. Как вы вообще ничего не знаете? Я просто, я ничего не знаю. Вот честно скажу, ничего не знаю. Я даже не интересовался никогда. Кадыровец кадыров. Никогда не интересовался. У меня в своей жизни. Путина уважаете? Нет, не уважаю. Не уважаю. Всю жизнь испортил. Все. Ну, тогда еще такой вопрос. Какие вооруженные силы сильнее, мощнее? Вот вы как увидели кусочек войны? Все полегли. Кто может быть сильнее? Я видел, вот когда с Христом проезжали, стояли там, водовочники были, тоже мертвые ребята. Команды. Нет, тут имеется в виду, вот вы раньше думали, что Российская армия сильнее, чем то, что вы увидели? Ну, я думал, да. Ну, ходили Российской армии. Думал, сильнее. Сильная армия. Вот и... Ну, изменили мнение о этой армии? Очень. Очень. Все. Ну, сильные изменения вообще, ну, в душе. Просто испортил армию всю жизнь. Ну, вы же там служили. Да. Вы же не первый день там служили. Правильно? Вот только вот я вот понял. Сейчас. Ну, а украинский народ, украинцы, с которыми вам удалось пересечься, как у вас ощущения? Что бы мы должны были бы с вами сделать, вот если бы мы были такими, как про нас говорят у вас там по телевизору? Да. Меня бы не было, на самом деле. Меня бы и других не было бы. Очень хорошо встретили. Ну, встретили. Я ожидал другое то, что на самом деле. И сильно покалячи, или убьют, или еще что не делают. Встретили. Как будто ничего не бывало. Накормили. Сигареты дали. Трогать не дали. У вас телевизор есть. Вы видели это, что у нас сделали под Киевом? С детьми и с женщинами. С гучей. О, гучей, гучей. Вот. Прокомментируйте вашу армию. Вот на самом деле стреляют, завязывают. Завязывают, стреляют. Мне это подло. Насилуют. Насилуют. Человек, это уже не человек. Мародерят. Это... Полный беспредел. Человек такой не должен сделать. Вообще, если человек... Вы верующий человек? Да. Вы мусульманин? Да. Как по мусульману, по вашим правилам это? Что это? Это не человечество. Ему предстоит очень жесткие мучения. Очень жесткие. Притом такой священный месяц. Так... Такое творение. Они все будут наказаны. Все очень сильно наказаны будут. Хорошо, спасибо. Хорошо, спасибо.